Приветствую! С вами ландшафтный дизайнер Инна Садыгова. Сегодняшний ролик я посвящаю стильным нет и антитрендам в ландшафтном дизайне. В видео вы увидите приемы, которые устарели и не могут претендовать на современное решение для ландшафтного дизайна. Если вы хотите, чтобы ваш сад оставался стильным и красивым, то обязательно смотрите видео до конца. Первый антитренд – это каменистые насыпи. Всевозможные сухие ручьи, отсыпки, альпийские горки, каменистые сооружения в виде пирамидок, прилепленных к забору. Во многих садах в последнее время размещают банальные и случайные пятна из контрастных отсыпок. Если вы посадили 3-5 кустиков и отсыпали их камушками, это еще не значит, что вы сделали ландшафтный дизайн на своем участке. Альтернативой могут служить террасы и каменистые сады с имитацией естественного склона. Такие ландшафтные композиции лучше возводить на имеющемся рельефе, чем пытаться воспроизвести на равнине. Безусловно, каменистые сады жили и будут жить всегда. Это игровильные японские композиции и скандинавский стиль. Каменистые сады в любом случае должны быть вписаны в общий архитектурно-ландшафтный ансамбль и применять их нужно в соответствующей концепции всего планировочного решения, а не точечно. Например, альпинарии хорошо будут выглядеть в ландшафте вокруг дома в стиле шале. Второй антитренд – это мульча ядовитых цветов. Она смотрится неестественно и малопривлекательно. Даже в зоне с детской площадки лучше ограничиться использованием отсыпки натурального цвета. Третий антитренд – пластиковые водоемы, обложенные камнями одинаковых размеров. Эффект бусин вокруг водоема выглядит кустарно. Такой пруд без должного ухода быстро станет болотом, а мыть его придется довольно часто. Четвертый антитренд – садовые фигурки массового производства. Мелкие зверюшки, гномики и вся их дружная компания не являются стильным украшением участка. Пятый антитренд – цветники с буйством слишком разнообразного ассортимента растений. Сложные в уходе, пышный миксбордер, цветники кричайших расцветок с чрезмерным использованием растений с необычной окраской листвы пестролистными сортами будут напоминать винегрет. В целом люди наелись садами с обилием элементов и композиций. На пике популярности сады легкого ухода. Ландшафтный дизайн – основной инструмент по созданию комфортного пространства вокруг загородного жилища. На этом все. Ставьте ваши пальчики вверх, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые полезные видео. До встречи!